В эфире телеканала Самара Гиз, при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Дома с настроением. Все-таки не прав был Бородач Марс, когда пытался убедить человечество в том, что бытие определяет сознание на мой, ну пусть и дилетантский взгляд, как раз наоборот. Как люди думают, так они и живут. А среда она или мешает, или вдохновляет. Герои этой моей передачи, которую я готовила ко дню рождения Самары, живут по, казалось бы, давно забытому и ныне немодному принципу. Кто, если не мы? Они сами делают дома и дворы краш, а значит весь город в целом, не дожидаясь дворника из ЖЭУ. Ведь можно до бесконечности слать проклятие на голову коммунальщиков и жить в грязи, а можно своими руками творить сказку. Жителям 14-го дома, что на Артемовской, удалось превратить свой двор в местную достопримечательность. А ведь еще два года назад эта неказистая двухэтажка, отмотавшая более полувека, мало чем отличалась от своих унылых собратьев. В ямах, кирпичах вы просто не видели, что у нас было до того, как началось это все. Тут просто был ужас. Чепыжник. Там, где когда-то властвовал бурьян, теперь растут цветы, которые не завянут даже зимой, журчит фонтан, радугой подмигивают фонарики. А местные детвора не устают удивляться. Чуть ли не каждую неделю в их дворе поселяется новый сказочный персонаж. То деревянная зебра прискачет, то резиновый попугай прилетит, а то и хрюши разлягутся. Это пластиковые баклажки превратились в дизайнерские клумбы. А скучные стены ожили благодаря мультгероям. Я начала красить баллоны, у нас тут обшарпанная такая стена была, и у меня краска осталась. Давай разрисуем. Мы, Кирилл, спрашиваем, 20,5 года. Он спанчбоб и Патрик. Ну, в общем, здесь нарисовали, там за бельем не видно. А здесь уже так вот, мазки просто там были нормальные рисунки, они растеклись, и там что-то зарисовали, как смогли там. Ладно, вроде повеселее. Не было веселья, да несчастье помогло. На такой креатив жители двухэтажки вдохновляет их соседка Светлана. Дизайнер по образованию, она тяжело заболела, и чтобы отвлечь себя от боли и мрачных мыслей, стала создавать сказочный сад. Сама Светлана журналистов избегает. Ее супруг и главный помощник Сергей рассказывает. Все началось с банального огорода с огурцами и баклажанами. Потом захотелось большего. Полисадник разбили не только перед домом, но и за ним. В увлекательный процесс втянулись и соседи, и неизвестные доброжелатели. На достигнутом останавливаться не собирается. Уже построили беседку для вечерних чаепитий и дневных посиделок. Посадили туи. В планах установка качели и ремонт песочницы. Зимой здесь зальют каток, поставят ледяные скульптуры. Один начинает, другой поддерживает, третья идея ищет. Кто что может, у кого там, на что фантазии хватает. Этому полету фантазию кое-кто даже завидует. Сюда многие заглядывают из любопытства. Вопросы у всех один тоже, кто это все сделал. Когда говоришь, кто это сделал, не верит. Половина не верит. Говорят, ну это не может быть. Это вам кто, ЖЭО сделал, ЖГЭО вот это. Потому что беседка, кто же когда построил, говорит, вам что это, как вы заявку сделали. А мы, признается Сергей Блинов, даже и не знаем, где находится наша управляющая компания, если она вообще все привыкли делать сами. И на вопрос, зачем вам все это нужно, ведь дом того и глядя снесут. Жители двухэтажки удивляются. Неужели это повод зарастать грязью? Чего мы будем жить в помойке и ждать, если можно преобразить и жить. Мы, в принципе, отсюда уезжать-то и не хотим особо. Нам бы подремонтировали домик, и мы бы тут жили спокойно. Хотя кто говорит, а что вы уставите, вас сейчас снесут, а когда снесут, неизвестно. Нас уже сносят. Сколько я здесь живу, столько нас и сносят. Нужен во дворе, в любом дворе, в доме нужен кто-то, какой-то, один человек хотя бы будет, который будет подбивать людей всех на это, то есть подзаводить. И люди потянутся, и будут делать так же. Поскольку дом старый, балкон уже тоже старый, вот он сам сделал вот это вот все. Никого не ждал, ни коммунальщиков, ничего. Видите как? Большие перемены в этом доме. Он тоже расположен по Артемовской. Может, воздух на этой улице какой-то особенный. Начались после того, как здесь год назад поселились замечательные соседи. Слесарь Павел и его жена домохозяйка. Застать супругов не удалось. Уехали в гости на неделю. Но их соседка, идейная соратница Ирина Назарова, признается, впервые за 50 лет двор так преобразился. Они начали с того, что вскопали у себя под окнами. Вот они живут на втором этаже. Вот, засадили цветы. Вот, на второй год рассадили цветы, убрали здесь все вот лишние кусты деревичью. И потихоньку начал. Жена ему сказала, мне хочется, чтобы ты построил солнышко. Где-то она там видела. Но он солнышко сделал. А после солнышка были лисицы, заяц, возможности автомобильных шин и человеческой фантазии безграничны. А вскоре появится медведь. Понятно, с бочонком меда. Своим примером слесарь Павел, говорит его соседка, и местных детишек на трудовые подвиги сподвигает. Они заняты. Вы понимаете, то ли вот тут вот раньше на лавочке вон там мужчины сидели, распевали, да? Ну и дети играли. Они бегали там, тематом ругаются. А это он делает, что-то творит. Они смотрят, как он делает. И они к нему с такой любовью и уважением. И он тоже, ребята, смотрите, вот учитесь. Вот уже ушки сделаны. Вы, ребята, их смотрите, охраняйте, никому не давайте. Вот ушки, видите? Он ушки вот так вот сделает сюда вот. Вот. Надо их вот сюда побольше убрать. А это у нас пень декоративный. Он тоже красивый, между прочим. А на него мы тоже с ним запланировали, с Пашей. Он сделает гнездо и туда посадит аиста. Уже лет восемь. Вот как этот аист появился. Один за одним. Стали появляться детки. И здесь все проходят. И даже с нашего дома говорят, ну, натаскала аиста детей. А в прошлом году здесь, на Старозагора 88, поставили еще одного аиста. Много детей не бывает. Красота этого двора держится на плечах пенсионерки Лидии Волковой. Уже 12 лет она по 8 часов в день сажает, поливает, пропалывает. Не за деньги. За простое человеческое спасибо. У меня все знают. В воскресенье выходной. Остальные дни я здесь. Каждому надо нагнуться. С каждым надо поговорить. Всего полоскать, иначе он никакой отдачи не будет от этого цветка. Прыхлить. Через день поливаю всю эту площадь. Замечательный товарищ. Замечательный. Мы все ходим учиться. Любуемся у нее. Как она прививает всем красоту. Здоровья ей желаем. Прям всем микрорайонам. Свои дизайнерские проекты Лидия Ивановна начала, как только вышла на пенсию. Сразу поняла, посиделки на лавочке. Это не для ее кипучи натуры. И вскоре подъезд многоэтажки украсили портреты кинозвезд, устушедшие эпохи. Зеркала в лифте, занавески на окнах. Скучные лампы заменили домашние люстры. А во дворе и в клумбах склонили свои прекрасные головы резиновые лебеди, залили боровики. Да и весь полисадник превратился в сказочный лес. Избушка там на курьих ножках. Стоит без окон, без дверей. Вот эта избушка осталась. Моя баба Яга-кошки тут на ней хотят спать. Моя хорошая. Ну-ка давай, астрафируйся со своими телочкой. А это же дети мне ставят, кого-то поставили. Какого-то этого зверяка. Мне Митин Юра помогал. Он хоть бурчит, но делает. Он помогал, и я ему держала. Все руки отбили с ним. А вот и сам Юрий Митин. Скромный пенсионер с активной гражданской позицией. Ехать до меня, ребята. Не надо мне снимать ничего. Вот и все. Я делаю ради своего удовольствия. Не для слабых, да? Ай ты, вот шпионы, а. Я говорю, единственный мужчина в доме, который... Да что ты, один, да, да, да. Который никогда не отказывает ни в чем. Не знаю, не знаю, ребята. Просто я привык трудиться. Вот сейчас в дежурном режиме меня трубы меняют. Мне надо куда-то руку приводить. Вот это не моя работа я делаю. Чтобы не заснуть. 12 лет пенсионеры вдвоем украшали двор. Соседи только молча наблюдали. У всех находились отговорки. У кого-то времени нет, у кого-то здоровья. Но теперь, гордо сообщает Лидия Ивановна, у нее наконец появились помощники. Все-таки, говорит, мне удалось вдохновить молодежь. Жители соседних дворов теперь перенимают опыт. Вот мы тоже, вот, задает лапочка мне вопрос. Бабуля, а почему, говорит, тут так красиво, а дальше вот не совсем. Ну, здесь люди живут неравнодушные к этому, поэтому. Неравнодушных людей хватает и в 56-м доме, что по Старозагоре жители этой новостройки придерживаются правила «помоги себе сам». Члены ТСЖ Ушипки умеют читать деньги и грамотно их тратить. Установили счетчики на воду, сэкономили 900 тысяч рублей в год. И на эти деньги соорудили детскую площадку, обнесли двор забором, посадили тополя. Зимой здесь заливают бесплатный каток для всей округи, а летом всем домом сбрасываются на цветник. Это не по приказу, не по принуждению. У них есть желание, чтобы было красиво. Им доставляет удовольствие видеть результаты своего труда. Ой, грибочки мои хорошенькие. Как хорошо. Ой, какая красота. Посмотрите, что делать. И гуси ходят, и грибочки можно сорвать. Вон там два грибочки, еще два грибочки. Вон маленькие грибочки. Красота. Правда? Я просто радуюсь, когда прихожу. Главный генератор идей, понятно, местные пенсионерки Александра Николаевна и Таисия Васильевна. Они и дизайнеры, и садоводы. А у нас розочка хамелеон есть. Посмотрите, какая розочка. Она вначале желтая, потом начинается вот такая, и такая получается. С одного кустика, разная. Это хамелеон называется у нас розочка. А вот, посмотрите, сколько розочек. Посмотрите, 12 штук. Чудесно, правда? На чердаке есть такое помещение, где мы сажаем рассаду, а потом мы сажим, ходим здесь сюда. И, наконец, пиар-менеджера своего дома. В этом году по их инициативе была подана заявка на участие в городском конкурсе «Двор, в котором мы живем». Я, например, патриотка этого нашего дома, нашего подъезда. А вы знаете, кто сказал, что красота спасет мир? Знаете, кто сказал? Ну вот. Банальный подъезд тоже может быть красивым и по-домашнему уютным. Секрет прост. Картина на стенах, часы, цветы и немного фантазии. Экспозиции пенсионерки меняют в зависимости от времени года. А все началось с того, что Александра Николаевна однажды поставила у лифта цветок. И хороший пример оказался заразительным. А на другой день другой цветочек принесла женщина с шестого этажа. И потом стали цветочек внести, стали денежку давать. И тут жители идут, уже не спрашивая, положат и уйдут. Значит, надо красоту наводить. Если в каждом подъезде, в доме хоть один человек найдется, вот начнет красоту наводить, спасибо ему скажут. Серый грязный подъезд, ну как, не скучно. Хочется жить веселее. В этой обычной хрущевке жить стало лучше и веселее после того, как жительница пятого этажа Ирина Репина взялась за кисть. Она не художник, торговый работник. Ну, то ли фамилия определила судьбу, то ли простое желание раскрасить в серые советские будни. У нас все было серое, черное, возможно, коричневое. И кроме синих курток ничего не было. Хотелось детям немножечко разнообразить. Всем подъездом скинулись на краску, вышли сущие копейки. И за три дня нарисовали забавных мультгероев, что радует уже не одно поколение детей. Как будто настоящий мил. Они меня радуют. Ну, вот и наши дети были точно такие же. Проблема была в том, что краски не было. Это вот они понаряднее стали сейчас, когда вот появилась уже другая краска, быстросохнущая, яркая, красивая. А вот до этого они были немножечко бледнее. Немножечко, видите, у нас тут поправились. Щечки перевелись, потому что подъезд обновлялся, его красили в различные цвета. Но сколько бы ни приходило людей, мастеров, наше творчество закрашивать не стало. Красота спасла от серости эту хрущевку. Но есть и другие примеры. Ложка дегтя, куда уж без нее. Подъездные двери этих домов на пресечении революционной Марисы Торезы лет пять назад заиграли новыми красками. Совершенно бесплатных расписал студент художественного училища. Местные жители даже имени его не знают. То ли из Белоруссии к родственникам приезжал на лето, то ли из Москвы. Студент уехал. Расписные двери обезобразили объявления, расклеенные как попало. А двор, как был запущенным, так и остался. Это же беда наша русская на трубах, на остановках, на памятниках. Это же просто безобразие. Ну, куда деваться. Таким вот, что ж, культуры мало совсем. Двор-то, да, вот эта беда. Просишь, просишь всех, чтобы хотя бы эту траву порвать. Лодыри такие не получается, никак не хотят. Даже вот дом управления иногда по весне, они дают цветы, вот травы всякую разную. Вот наберешь и сам тут воткнешь вот так и все. А другие не хотят. У нас цветы выставляли, и то все разобрали. Света ничего не получилась с этим желанием таким. Так что никто ее знает. Таких энтузиастов мало. По единицам, наверное, можно пересчитать. Оправдание и впрямь можно найти много героев же. Этой передаче не привыкли ждать милости от коммунальщиков. И солидарно с классиком. Разруха она не в клозетах, а в головах. Клей матушку в России, она тоже не отменялась у нас. Полежу телевизор, посмотрю. Просто нужно иметь желание сделать жизнь прекраснее. Это все. Достаточно одного желания. Рассуждает обычно тот, кто не хочет. А кто хочет, он просто берет и делает. Ну, во-первых, это проще подождать-то. Во-вторых, это лень, наверное, все-таки наша выходить, общаться. У всех свои проблемы. Не надо взять минус от природы. А надо брать истой руки. Это можно мы своими руками сделать нам. Что можем своими руками. Но мы не все можем сделать. Но минимально мы можем украсить двор. Можем украсить. Мы можем посадить, посеять, убирать. Иначе никогда не должно быть. Я так думаю. Это же наш дом. Это же наш двор родной. Чем больше будет таких дворов, тем, естественно, Самара будет более благовидно выглядеть. Да, и красиво. Совершенно верно. А что, даже одна новая клумба, высаженная не по указке сверху, а по велению сердца, это, согласитесь, неплохой подарок ко дню рождения города. Поздравляю самарцев с праздником и прощаюсь. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»